Всем привет. Меня зовут Климов Сергей. Я го-разработчик Минтера, автор го-SDK и пары новых фич, которые войдут в релиз ноды 1.1. И сегодня я расскажу как раз об одной из этих фич. Это новый инструмент управления нодой через консоль. Собственно, для чего это и какая проблема была? На данный момент можно получить информацию о ноде только через веб API, но при этом возникает возможность DDoS-атаки и большинство владельцев нод отключают ее. В таком случае остается возможность просмотра информации только через логи. Это не самый удобный способ. Также при добавлении новых перов приходится перезапускать ноду. Это тоже не ICE. И сейчас нет способов просмотра и получения статистики. Собственно, задача такая. Разработать инструмент управления нодой, запуск ноды и консоли управления ей из одного бинарника, чтобы владельцам нод не приходилось выкачивать несколько файлов, компилировать их и так далее, чтобы все было в одном месте. Интерактивный режим и неинтерактивные режимы. Собственно, для того, чтобы можно было в режиме консоли управлять, выполнять команды раз за разом, или и неинтерактивный режим, если нужно прокинуть что-нибудь в крон и так далее. Собственно, должен быть выбор варианта отображения информации от ноды в человекопонятном виде и в JSON формате. И методы, которые будут, это отображение текущего статуса блокчейн, отображение сетевых данных, подключение нового пира, удаление информации о блоках с какого-то по какой-то и получение статистики. Статистика будет помогать владельцам нод ответить на вопрос, почему пропускаются блоки и что нужно сделать, чтобы этого не происходило. Собственно, сейчас я расскажу про команды, которые будут. Команда статус. У каждой команды есть help. Вот человекопонятный вариант ответа. И в JSON формате. JSON формат полностью дублирует ответ, тот ответ ноды, который есть сейчас в Web API. Также есть команда netinfo, которая выводит информацию с сетевых подключениях. Ответ консоли также дублирует ответ из Web API. Команда deal.peer добавляет новый пир. Принимает флаги адрес в формате ID, собака IP, порт и необязательный флаг persistent. Команда prune.blog, которая удаляет информацию о блоках и у нее параметры from, to, с какого блока и по какой. Так, ну, в консоли есть, ну, есть история команд клавишами вверх-вниз, ну, для удобства. Автодополнение флагов, как вы уже видели, когда один флаг уже добавлен, он его больше не подсказывает и так далее. Собственно, схема реализации такая. Для начала нужно зарегистрировать новую команду для старта консоли в бинарнике ноды. Собственно, мы это делаем по аналогии с теми командами, которые уже есть в ноде. Вот таким способом. Долго на коде останавливаться сегодня не будем. Вторым шагом нам нужно реализовать клиент командной строки и сервер для нашего менеджера ноды. Для межсетевого взаимодействия я выбрал GPC. Это фреймворк для удаленного вызова процедур от компании Google, который работает поверх HTTP2 соединения. В качестве протокола сериализации данных по умолчанию используется протокол Buffers, также разработанный компанией Google. И на верхней части картинки у нас пример с двумя структурами данных и пример описания нашего сервиса. Ниже уже часть генерированного кода на Go. Если быть конкретным, то это наш интерфейс управления ноды, который осталось теперь реализовать. И следующий шаг – это зарегистрировать его и запустить слушателя. Создаем сокет, регистрируем сервис и начинаем слушать. Далее регистрируем уже клиент командной строки. Для этого мы регистрируем команды с подсказками автодополнения к ним, которые уже в свою очередь внутри себя вызывают методы нашего менеджера по GPC. И остается только пригласить пользователя в командную строку. Для построения консоли я взял две библиотеки. Первая, собственно, для создания консольных приложений в Go. И вторая – для интерактивных подсказок, горячих клавиш и истории команд. Подводя итоги, скажу, что, собственно, войдет в релиз ноды 1.1 в плане инструмента управления. Там будут методы для мониторинга, собственно, которые будут отображать скорость соединения с пирами, текущую нагрузку на диск и на сеть, скорость обработки блока, интерактивные подсказки в консоли, автодополнение, история команд, горячие клавиши. Часть функций, она уже работает, и ее можно опробовать в тест-найте. На этом, собственно, все. Пришло время для ваших вопросов. Их также можно задать через социальные сети в Телеграме или открывайте ваши issue на GitHub. Всем спасибо.